Ну, давайте тогда попробуем поговорить о рабешной и разумной изляде. Ну, то, что я сейчас буду рассказывать, это какой-то взгляд немножко со стороны, потому что в наше время о нем чаще говорят либо его последователи, то есть Хасид Дудхабад, либо какие-то совсем университетские люди, а где-то середина не очень как-то. Значит, это не то, что я буду говорить, это взгляд такой со стороны несколько. Значит, биография там, в отличие от многих других Рэбис, у него биография, она, как бы сказать, немножко с приключениями. И ситуация говорит, да, он родился в 47-м, во всей видимости, году, ну, 1700-го, естественно. Это означает, что к смерти Бэшта ему было всего 13 лет. Это существенный момент, то есть это не то поколение. При этом он, вот, то, что он вундеркинд, вот этот классический вундеркинд, кстати, он, значит, уже 13 лет, значит, ну вот 13 лет детей записывали в общинную книгу, ну, детей, теперь взрослых людей. И, значит, и о этом человеке, Рэбис Шнеерзалмане, в 13 лет было написано поразительный в мудрости ученый, учитель и Рэбис Шнеерзалман. Это 13 лет. Вот что такое вундеркинд, чтобы было понятно, его вообще любую книгу заносит уже как Рэбис в 13 лет. Причем ученность онлудическая совершенно. Вот я там упоминал раннюю женитьбу, так вот, чтобы было понятно, Рэбис Шнеерзалман женился в 15. На очень состоятельной девушке из Витебска. Да, его жизнь связана с Белоруссией практически целиком. Он жил в Леонозно. И где-то, по-моему, только последние 10 лет переехал в Любовичи. Значит, Витебска, Леонозно, то есть это все вот так. По тогдашним нравам, только учтите, что тогда белорусские еврейства регулярно называли тоже литвоками. Их относили к литовской общине. Значит, проблема вот какая у него была, юного. Да, чтобы было понятно имя. Дальше вот откуда берется Альтер Рэбис, я сразу скажу. Дело в том, что имя Шнеур – это искаженное испанское сеньор. Альтер, а поэтому Альтер, оно автоматически превращается. Сеньор – это старший, старый. Оно автоматически, выйдешь и превращается в Альтер. Это просто вариация имени. Легенда о двух огнях – это человек, который очень плохо читал источник, где это написано. Она связана, кстати, не с его именем абсолютно, это не с ним связанная история. Это иллюстрация Раби Шлома Лурия, совершенно из другой оперы. Это имя, вот оно самостоятельное имя «Сеньор», довольно известное. Кстати, у него, как это ни странно, в роду у него, у его детей регулярно появляются откуда-то испанские имена, особенно женщин. Это такое странное свойство. При этом он как бы и каббалист, одновременно и талмудист. И это некоторая проблема в его биографии, потому что он разрывался между Вильной и… Вот здесь начинается одна вещь. Обычно, когда говорится о хасидах, всегда говорится о Межиричере. Но дело в том, что то, на чем чаще всего не останавливаются, есть еще один из учеников, значит, Рафа Ароны Скарлина. Он тоже ученик Межирича, но он действовал в Литве и Белоруссии. Вот такой вот человек был. И, собственно говоря, вот этот молодой Раф Шнайерзалом, он как бы разрывается между этими двумя местами. Кончается тем, что он приезжает-таки в Межириче. Ему к тому моменту где-то 20 с небольшим. Вот про возраста. И именно там он пишет, начинает писать ту книгу, которая… Это Шульхана Рух, Альтер Рэбе, Шульхан Дера. Нельзя сказать, что она вне Хаббата, по-моему, не сильно влияет, влиятельная книга. Но в этом возрасте писать книгу вы учтите, что, когда мы говорим про создание Шульхана Руха, то Раби Йосиф Карро начинает его писать, Шульхана Рух, после того, как он написал целиком комментарии к Арбе Турим и комментарии к нескольким томам Мишны Тура. То есть это уже немолодой человек и очень опытный. Здесь 20-летний человек пишет. Но он не полностью сделан, он только далеко не полностью написан. И, собственно говоря, вообще-то он практически последний, кто принесся к Межиричеру. Вот здесь надо понимать. Он был последним, кто туда приехал. Он был самым молодым в этом обществе. И его довольно быстро признали. Значит, причем признали его именно как тумудиста. Значит, и его, например, его призывали, когда нужно было как-то спорить, вот когда начинался очередной виток борьбы мяснагедов и хасидов, то чаще всего звали именно Шнейра Залмана, который умел с мяснагедами говорить на их языке. Он действительно это умеет. Значит, я не пытаюсь подробно рассказать биографию, потому что там хватает всяких довольно сложных вещей, потому что, значит, он удивительным образом не поехал в Святую Землю. Он собирался туда поехать, но его попросили этого не делать. Значит, по причине того, что утверждали, что об этом Литве хасидин сильно пострадает от этого. Значит, он несколько раз отказывался участвовать в диспутах с мяснагедами. И, значит, и где-то вот в очередной раз, когда начались, опять в очередной раз, немножко устигли страсти, он выпускает первую свою важнейшую книгу. Это книгу Танья. О ней чуть-чуть ниже поговорим. Он «Типография в Славуте» такая была, довольно знаменитая типография. Книга называется вообще-то «Ликутея Марин». Сборник высказываний, сборник речей, сборник статей. В первом издании было две части, потом появилась третья часть в следующем издании, и четвертая часть была после его смерти включена, это отрывки с переписки. То есть вообще первое издание – две части, потом еще было добавление части. Я пока остановлюсь. Здесь я не буду еще раз рассказывать о этой книжке чуть-чуть ниже. Постепенно он становится главой белорусских хасидов. И, собственно говоря, он не очень хотел занимать должность. Вот здесь есть вот та самая особенность – он не хотел эти должности. И если он не против, был управлять хасидской жизнью, но при этом он предпочитал роль серого такого кардинала. Но номер не прошел. Он очень быстро выдвинулся на первые роли. Но при этом вот литвокское некоторое свойство, белорусский хасидизм в исполнении рабешного издания отличается от украинского, очень сильно, особенно подольского, волынского. Дело в том, что хасид, хасидский ребе, цадик, он же цадик, он такой человек, через которого можно обратиться к Богу очень часто, особенно на Украине. На Украине, в Польше. А вот Равшир Залма этот вариант отказывается. И на самом деле, вот рассказы о чудесах, о нем очень мало. Он не очень, как бы, как бы их очень мало про него. Но приблизительно столько же, сколько про Виленского гаона. Кстати, не подумайте, что Виленский гаон брезговал чудеса творить. Не брезговал. Про Шнера Залма на изгляды рассказать о чудесах тоже очень мало, то есть практически нет. Более того, он, например, когда к нему кто-то из хасидов обратился помолиться за то, чтобы у него родился ребенок, он сказал, что вместо Бога сам помолился. А хасидские ребе с этим, в общем, регулярно это проделывали. Это вполне была практика. И вот здесь проявилась на самом деле некоторая особенность Хаббада, где ребе выполнял роль скорее наставника и учителя, чем вот представителя небес на земле. Это принципиальная такая разница Хаббада от любого другого хасидизма. На самом деле, нет, были еще подобные. Это Братсловский и Котский. Было несколько подобных вещей, но вот это категорическое желание остаться в роли учителя, это, собственно, заложено в Хаббаде именно там. Значит, вот теперь, значит, после этого было очередное обострение отношений с 97-м году, значит, через год после выхода Танья, было очередное обострение с миснагидами. Они как раз так, как хасиды понадеялись довольно шумным образом на то, что со смертью Виленского Гаона гонения прекратятся, то, в общем, миснагиды Виленские сказали, что они этого не потерпят. И вот в последний день суккот, то есть через 2-3 дня после смерти, через неделю после смерти Виленского магида, как раз умудрились произнести хермона хасидов, значит, при погашенных свечах, при всем, что положено, под полной формой. Тогда был создан замечательный комитет по преследованию хасидской ереси. Тогда пошел замечательный человек Машея Аширович, который накатал донос на правошные Розалмана. Ну, он много доносов накатал в своей биографии, но поэтому он был, значит, арестован, отправлен в Санкт-Петербург. Где-то год он просидел в ожидании решения сената в крепости. Кстати, ну и далее последовал он вот именно тут где-то вернулся, переехал в начале уже XIX века за 10 лет до смерти в Ляды. Откуда, собственно, он остановился ряды и звяды. Значит, и там он прибывал. И самое смешное состояло в том, что когда началась война с Наполеоном, то вот здесь совершенно уникальная ситуация. Вроде бы власти преследовали русские. Да, в общем, то, что евреи Российской империи, правда, в тех годах еще очень терпимо относились к властям, и как бы царь далеко нам не мешает. Вот где-то такое отношение было. То есть обострение отношений с властей с евреями случилось ведь не тогда, а в правлении Николая I, когда он решил цивилизовать евреев. До Николая I евреи были довольно равнодушны к российской власти, равно, как и к любой другой. Но даже вот несмотря на эту историю с арестом, когда дело дошло до наполеоновских всяких дел, Альтер Реме выступил, объявил, что Наполеон – это вообще счастье, ада и сатана. И всячески призвал, есть несколько анекдотов по этому поводу, я не буду их рассказывать, но там типа во время Наполеоновской войны два хасидских двора, в том числе Хаббат, поспорили о том, победит Наполеон или нет. И договорились, что кто первый протрубит в шафар, тот, значит, и прав. Так в синагоге Равашна и Розалмана трубили в шафар перед молитвой, а не в Мусафе, как положено, а поэтому протрубили первый. Поэтому Наполеон и проиграл войну. Но кончилось это все тем, что он вынужден был отступать с русской армией, то, значит, и где-то в районе Курска Равашнер Розалман и умер, где-то вот когда-нибудь же в это путешествие, вот 2012 года, умер он где-то в районе Курска, причем практически где-то День Победы над Наполеоном как раз 24 декабря в России. День Победы над Наполеоном отмечали 25 декабря по старому стилю, то есть 7 до января по новому или 6. Ну, то есть где-то вот он умер где-то, но, по-моему, это по новому стилю 24, значит, соответственно, где-то там он умер. Но как бы человек находился… Тут я хочу заметить следующее. Да, похоронили его в Полтавской губернии, при этом на Украине, где он не имел отношения, к которой он всю жизнь не имел отношения. Главная тонкость во всей этой биографии состоит в том, что он вообще для хасидизма, он, наверное, один из самых странных людей. Я честно признаюсь. Вот давайте чуть-чуть. Дело в том, что, собственно, две главных книги, которые он оставил, я не говорю про Шурхан, а Рух, а говорю про две другие книги. Одна книга – это Танья, Ликутэй Амарин, а вторая книга – это Ликутэй Туран. Это сборник толкования «Ктой». Эти две книги абсолютно не похожи. Вот для человека, который не очень здесь находится, не очень хорошо в этих мирах, он может решить, что это просто два разных автора. И дело вот в чем. Вообще задумана была книга Танья как последовательное изложение хасидского учеба, по крайней мере. И, собственно говоря, да, но для того, чтобы быть понятным, что мы получили на выходе. Я намеревался объяснить слова «Б», что его учеников соответствуют с Кабалой Аре. Это он пишет сам. Точно, в своей намеренной. Об этом говорят несколько людей, что он пытался написать книгу по хасидизму. В результате появилась книга, которая является некоторыми идеями, в основном, лурианской Кабалы, простым языком относительно, но она не хасидская. Вот. В каком смысле? Эта книга, тут надо понимать, эта книга является душеобразующей для одного из хасидских учений, для хамана. Эта книга собиралась изложить, автор намеревался изложить учения хасидские. На выходе мы имеем не хасидскую книгу. В каком смысле? В смысле стиля. Хасиды так не говорят, хасиды не так известняются. Хасиды, начиная с Межеричера, этот стиль сохранится у всех хасидских авторов, исключение только тех, кто писали комментарии к Талмуду, типа Таратамет. У них есть свой стиль. В этом стиле написано Ликутей Тора. Это классический хасидский стиль. Вот когда вы читаете образцы Ликутей Тора, это классический хасидский стиль. И толкование там классический стиль любой хасидской книги. Ну, что-нибудь на эту тему давайте какой-нибудь образец. Да, то как бы, как сказал по этому поводу поэт, рассуждая о химерах на конкретных примерах. Если хочешь что-то говорить, то давайте пример. Значит, вот стиль из Ликутей Тора, я просто сейчас предложу. Написано, что коров Гошем близок Всевышний ко всем, кто ему призовет БМЭД в истине. БМС. А МЭД это не что иное, как Тора. Истина это именно Тора. Вот я пытаюсь сейчас читать, вот чтобы было понятно, каково читать хасидскую, классическую хасидский вариант. Вот если вы читаете любую хасидскую книгу, вы столкнетесь практически вот с этим. ИБМЭД это год славы земли и небес. Потому что земля и небеса это только славы и сиянь. Вот, извините, это действительно довольно важная мысль, которая для Альтер Рэбе, он будет много раз это говорить, что наш земной мир является проявлением года славы Всевышнего. Причем это касается в равной степени небес и земли. ЭМЭД истина это тоже, это печать святого благословения. но по этому поводу здесь души и это внутренняя мудрость. по этому поводу каждый, который отказался от желаний материального мира, то он вступает во внутренний смысл желания благословенного, чтобы сделать ему пребывание в нижних мирах, а именно чтобы в материальном мире проявилось внутреннее свойство желания источника жизни в мире. Вот я понимаю, все это дело в том, что в учении Альтер Рэбе, которое потом пройдет по всем его ученикам, ученики Альтер Рэбе главы Хаббата, только учите, что Хаббат там, по-моему, семь движений возникло, семь дворов разных, а не в последнем только поколении объединились. Значит, в последнем смысле в середине XX века. Здесь есть некоторая важная вещь, что то, что есть в Танге некоторая мысль по поводу того, что человек существует в этом мире для того, чтобы Всевышний обрел свое пребывание в этом мире, а именно осуществление, выполнение заповедей Всевышнего является преднизведением желания Всевышнего на землю, по этому поводу человек, который исполняет заповедь, он позволяет Всевышнему пребывать в этом мире. По этому поводу вот теперь стиль хасидского толкования. Сказано в книге Казахэллот и смотри с радостью на жизнь с женой, которую ты любишь, которую ты уже любишь. Далее идет серия ссылок и это высшая любовь, одетая в тело и так далее. Я понимаю, вот я читаю образец, он выглядит безумно тяжело и для понимания. Мысль, которая здесь состоит с ног до головы, тот, кто призывает Всевышнего через изучение Торы и ее выполнение, способствует пребыванию Всевышнего на земле. Это главная мысль во всем этом, о чем так говорить. Потому что Иша вот теперь образец хасидского толкования и смотри жизнь с женщиной, которую ты любишь, Иша это Эш-Хашэн, да? Буквы Эш-Игэн, Хашэн. По этому поводу жизнь с огнем Отсевышнего, которую ты возлюбил. Вот такое вот чтение. Причем у хасидов это столь стандартный вот такой переход, где как бы в споре что главное, то, как Тору читают или то, как Тору пишут, ответ вообще-то как пишут, но как потом ее еще можно прочесть как-нибудь. И по этому поводу они регулярно дают очень нестандартные комментарии. Ну, например, в одной из книги Танги есть потрясающее длинное рассуждение по поводу Адамки Екрит Бхейма, человек, который будет приносить жертву скот буквально. Это цитата из конечно же Ваекра из Левита. И дальше идут закона как приносит жертву крупный скот. Так вот, человек, который приблизит к себе скотину, Гекриев от слова караев приближает, человек, который приблизит к себе скотину, а именно свое скотское состояние сделает частью себя, частью своей души. Это стандарт для хасидской литературы. Намного круче эти проходы совсем крутыми становятся у Братславского. У него эти проходы еще круче. Вот прочесть стихи, то, что там не написано, лишь бы буквы совпадали, это очень принятый стиль. При этом как бы это в теории написано. Можно так прочесть. Если можно так прочесть, значит, так нужно прочесть. Но это стиль, значит, давайте чуть-чуть другую, чуть-чуть попроще. Вот в одном из писем есть молитвы, которые следует произносить, когда сердце страдает и плачет. Например, тикун хацот, вот эти плачи, полуночный плач. Но следует понимать, что молитва человека, она для каждого человека соответствует должна времени и места. По этому поводу, когда молитва должна соответствовать, иногда быть веселой, а иногда грустной, потому что так написано. Но вот эта молитва, которая должна быть луфи-хазман, луфи-ха-хо, это вот некоторые такие простые по красоте вещи. Значит, книга Танья, она совершенно другой стиль. это действительно каббалистическая книга, которая вызвала два скандала. Вот что интересно по гитару. Книга Танья замечательна тем, что вы меня извините, но тот комментарий, который я читал из Лекута и Тура, когда я готовился, мне показалось, что я очень легко его смогу объяснить, выяснилось, что я ошибся, не того сорта оказался неудачно, подобрал, надо было что-нибудь другое. Но мне показалось, что я легко смогу с этим справиться. Книга Танья, она вызвала два скандала. Один Миснагиды были взбешены этой книгой, но никак не менее ей были взбешены хасиды. Вот выяснилось, что она вызвала раздражение и там, и там. Значит, проблема в том, что, например, причем даже литвокские хасиды были возмущены типа витебские рэбе. Он просто говорил, что мы не не про это. ведь действительно, главное в учении, вот когда я читал, скажем, Рабеля Веницек и о нем, то это обращение к простому человеку, это обращение к тому, что каждый может слушать Всевышнего, это наполнить себя светом Всевышнего, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, и этот свет будет светить из себя, и он сделает тебя праведником, и он сделает твою жизнь праведной. Вот это где-то основное хасидское учение, основная хасидская мысль, с которой они все обращались, и это практически любой хасидский рэбе, который вы найдете, будет таким. Исключений, да, Котскер был исключением, но Котскер не мог, Рабе Менахи Мендалис Котска никогда не мог собрать вокруг себя большой хасидский двор, вокруг него были гениальные будущие Рэбес, это был такой бейс-медраж Лерэбес, для хасидских цадиков. Он был слишком высок для народа, и он, кстати, это отлично знал, что важно для него, он отлично знал, что он не подходит народу, что он слишком для них. книга Танья, она к простому народу не имеет никакого отношения, от слова вообще. Он с высоты, как о ней было дозвано при жизни, он с высоты своей собрал из Эцхаим, и при Эцхаим это книги Раби Хайма Виталия, который основной человек, который излагает Лурианскую кабалу. Значит, в результате у нас возникает совершенно странный хасидизм. Для хасидизма это не межерический хасидизм. Вот хаббатский хасидизм это совершенно отдельная ведьма, на что не похож. Вот с самого начала Рабишнер Замон как бы был признан межерическим магодом мозгом хасидизма. Вот не душой, а мозгом. Если мы говорим про душу, то душе хасидизма было Раби Левицы из Бердюча. Это был мозги. Такое вот олицетворение мозгов. И книга Таня именно такова. Это олицетворение некоторых именно разумов. Рассуждение в ней Ну, скажем, для того, чтобы сегодняшний человек мог оценить, который находится вне вот этих каббалистических построений, я бы рекомендовал неплохо быть знакомым с философией, такой общей философией, потому что она полезна для понимания книги Таня. философии, вот и ее но вот здесь начинается главная особенность того, что создал в результате Равшин он создал хасидов, которые согласились, что настоящий хасид должен владеть основами метафизики. Вот вы меня извините, но извините за пассаж, но дело в том, что хабайтники, когда начинают самые простые, начинают что-то говорить, из них прет метафизика, причем так, мощным потоком. И говорят, я не хочу сказать, что они говорят бессмыслицы, они говорят о смысленной вещи, кстати, при этом. И это поразительно, потому что обычно хасиды не отличаются глубоким желанием пофилософствовать и именно философией. У них есть хасидская мысль, они любят ворды, вот, например, хасидская литература на половину книг состоит из ворд, то, что называется ворд, это короткое слово какое-нибудь, ну, вот, одно из самых знаменитых, вот, такой блестящий ворд хасидский. гэшамаем, шамаем, лашеем, вгаарц натан левны адам. Значит, небеса, небеса Господа, а землю отдал человеку. Ама, рыбе, по-моему, из гур, зачем отдал, чтобы сделать из земли небеса. Это хасид, это хасид. Вот половина хасидских книг, если сейчас открыть, например, учения Раби Симхи Бумима, практически всех, там три книги есть, практически все состоят из вортов такого сорта. Это короткий, четкий, ясный ворд. Хаббат вот этого жанра ворд не знает. И, скажем, вот в последнем поколении, когда пытались подобрать десяток афористичных высказываний последнего Раби, это не получилось. Потому что назвать это афоризмами трудно. Это не их стезя, это не их стиль. Вот я пытаюсь продемонстрировать разницу просто, чем они отличаются. При этом хасиды, но при этом хасиды. По этому поводу они не похожи ни на кого. Вот я здесь хочу оговориться. Они действительно ни на кого не похожи. При этом у них есть очень важная некоторая вещь, которая на самом деле начинается еще в бэшке. И эта же мысль есть у Райва Райва Рабихайма Ибнатара из Марокко. Ургахайм. Это мысль о приближении к Богу. Значит, у них есть некоторая важная позиция, которая состоит в том, что человек послан на землю для того, чтобы стать человек на земле должен стать жилищем для Бога. Но при этом он не должен, вот теперь это важная деталь, он не должен преодолеть этот мир. Он должен оставаться в этом мире. Вот этот у Братславского Райва важный некоторый пункт трансцендентальный переход для близости к Богу совершенно необходимый. переход через трансцендентальный через разрыв этого мира, отделяющий от Бога, Братславский считает, что это необходимый некоторый элемент его учения. Хаббат против этого перехода. Вообще считает, что это неправильный переход, это лишний переход. Человек не для этого существует на этой земле. Вот человек это скорее хасидизм по Раше. Не человек должен приблизиться к Богу, а человек должен приблизить к себе Бога. Это некоторая важная вещь. Я всегда подчеркиваю старательно, чем иудаизм отличается от европейской мистической мысли. Это то, что Раша выражает совершенно железное правило. я считаю, что она является именно выражением иудаизма, хотя здесь Раша спорит с Рамбовым, вы учтите, что есть мнение Рамбова, но Раша говорит, что человек должен приблизить к себе Бога. Это именно формула Раши. В комментариях к Талмуду она сказана только к трактату Брахопа. Хаббат он близок именно к Эдемисту. Если человек откроет себя Богу, то он выполнит свою миссию, если он наполнится. При этом в книге Тании есть несколько базовых положений, которые собственно хаббат он характерный. Я не буду сейчас рассказывать об учении Цемцума, которое там есть. Оно важное некоторая часть этого учения, но я хочу заметить, что учение о Цемцуме оно важно для всех направлений хасидизма и хасидов всех направлений. Хлебом не кормить, дай поговорить о Цемцуме, потому что оно было важно для Бешта. И Бешта в этом Цваат Рибаш главной книге, которая на этом небольшое написано, это есть. Эта тема есть, и она неоднократно возвращается к этой теме. Но вот учение о душе, значит, я буду говорить не о любимой теме Хаббада учения о сотворении мира и взаимоотношении мира с Богом, значит, тут есть два правила, оно очень сильно проведено и в Танье еще сильнее. Значит, есть два правила, что про Всевышнего мала коль гара сквадо, вся земля полна его славы, и кадош, он отделен от земли, вот это вот некоторое правило есть. Значит, но вот про душу, давайте вот про душу, коли мы говорим про душу и о спасении души, тут некоторые люди очень любят эту тему, значит, то у Рабишны Рызамы Замы наизнаде есть теория о душе выглядит довольно любопытно. В Танье я говорю, я расскажу, как она изложена в Танье. Значит, у каждого еврея, как праведника, так и грешника, есть две души. Одна из них, вот теперь начинается самое фантастическое, одна из них связана с клепа, она же ситра охра, ситра охирада, по-моему, так положено говорить в Израиле. и это та самая душа, которая называется животная душа, она облекается в кровь человека, она оживляет тело, это душа в крови. теперь, вот я для того, чтобы все осмыслили, та самая душа, которая является связана с клепа охра, или с ситра охра, или клипа, она же и есть источник жизни, и от нее начало берут все дурные начало, но от нее же берут, вот внимание, вот что такое хороший неслитель, от нее же берут те добрые свойства, которые следует иметь, сострадание помощь ближнему, альтруизм, и тому подобные вещи. Почему вот это, по-моему, уже это надо хорошо поменять. Вот альтруизм, берущий начало в дурной стороне души, это очень важная мысль. Кстати, я как-то, мне тяжело давалась эта мысль в свое время, пока я не стал читать книги некоторых зоологов, которые стали говорить об альтруизме в стадии у животных, те, которые, когда этология появилась, наука, наука поведения животных, то вдруг обнаружилось, что он присущ не только людям, вот этот альтруизм, и как бы меня это убедило, что вот вроде бы положительные качества, которые должны быть свойства божественной души, что они все равно идут от клепа нога и от животного свойства человека, меня как бы это примирило, вот, ну, извилисты дороги Всевышнего, кто как приходит к пониманию некоторых истин. Я, например, пришел через книги зоологов к этому, что автор Танге кругом прав. Значит, это одна сторона. Да, при этом тут надо понимать, что Эцхахаи, ой, извините, Эцхадаа, Тов-Вара, это одно дерево, которое Тов-Вара, и Ситра-Охаме имеет положительные стороны, они оттуда извлекаются, в Танге об этом очень много есть. Вторая часть души, и вот здесь начинается действительно некоторая душа всего учения Хаббада. Вторая душа, это не вторая часть, а именно вторая душа, это частица бескраничной сущности Бога, ибо в книге Зогар есть очень важная мысль, которую Хаббат повторяет, по-моему, раз за разу, и все хаббатские рэбы повторяют вслед за альтер-рэбом тот, кто выдыхает, частицу себя выдыхает. Сказано, и вдохнув в его ноздри дыхание жизни, тот, кто вдохнул, частицу себя вдохнул. И по этому поводу душа человека частица Бога мамаш, вот это именно с этим акцентом, душа человека частица Бога мамаш, в самом буквальном смысле этого слова. В ощутимом, вот слово мамаш, это ощутимо, здесь рядом лежит слово ламаш щупать, пощупать можно. Значит, и это то, что каждый человек является частицей Бога, как бы это некоторая очень важная часть учения хаббата. Вот настолько, и опять, не то, что они одни здесь, и они говорят что-то новое, то, что душа исходит из-под престола, корень души находится под престолом славы, это ровное место, как бы, для пятилетних детей, потому что это у Раши написано. А все, что написал Раша, знают пятилетние дети. Ну, я шучу по поводу знают пятилетние дети, но как бы предполагается, что пятилетнему ребенку это могли где-то и сказать, и он как бы это способен в какой-то степени в себя вобрать это, в каком-то смысле. Но вот этот акцент часть Бога это уже явный перебор даже для всех на свете, потому что одно дело корень под престолом славы, другое дело часть Бога матч. И это действительно для Хаббада она очень важная такая вещь. Значит, по этому поводу значит, вот это здесь происходит, дальше начинаются некоторые построения, которые я не буду сейчас входить в анализ их, потому что они связаны на мой вкус. Вот мне просто интересно было бы узнать, что он читал, какие он книги еврейские по философии, читал в молодости Равшнеюзава, потому что они в каком-то смысле перекликаются, как это ни странно, не столько с Рамбом, сколько с рабеиц, сколько с Исраэли, что для меня странно, потому что большинство народа рабаиц, как и Исраэли не читали. Но с этого стало, что он читал много. Это мог этого читать, потому что общая идея, которую он проводит в книге Танге, состоит в том, что душа, вот эта искра Божия, которая является второй душой, высшей душой, она спускается в этот мир для того, чтобы соединиться с животной душой, вот этой низшей душой и обогатиться от нее. Вот эта идея обогащения души от пребывания в низшем мире, эта идея характерна скорее для той ветви, которая представляет церковь Исраэли, а не Рамбе. Разные люди. И это разные идеи. Как ни странно, Раби Шнерзалман придерживается именно этой схемы. Вот схемы оттуда. Хотя учение, например, в первой части, вот здесь я хочу оговориться, чтобы у вас не возникло неверных представлений. Его учение в первой части, когда речь идет о сотворении мира, в корне противоречит тому, что говорит арабийц как Исраэли. Он абсолютно не похож, он резко против этому выступает, этой теории, которую он там возлагает. То есть он в этом смысле как бы вполне абсолютно самостоятельный человек. И по этому поводу здесь появляется третья вещь, которая вот само название хаббат, оно довольно скандально было внутри хасидов тоже. Не знаю, сам термин хаббат вообще скандалит внутри хасидизма. И опять, когда я говорю, что хаббат не похож на все остальные хасидизмы, каждый в отдельности вместе взятые, у него есть еще вот само название является скандальным и демонстративным в Украине. дело в том, что польский и украинский хасидизм, особенно волынский, подольский вот эти вот, они являются хагат. Хагат. Здесь вопрос, на чем мы строим хасидское учение. Вот хаббат, как известна аббревиатура хахма бина в да трех верхних интеллектуальных сферот из десяти. Значит, мудрость, хахма это мудрость, бина это разум инженерного такого свойства обычно. А да вот это их равновесие, это их синтез. Я очень грубо говорю, вы учтите, не надо так плоско думать, все сложнее несколько. по этому поводу скандала два. Основной хасидизм и каббала, которой они пользуются, это хагат. Хэсэ, гвурат, тифэрт. А именно вообще принято говорить очень просто. Хэсэ, это желание дать, гвурат, это желание удержать, а тифэрт, это равновесие. На самом деле еще чуть-чуть более сложно. Хэсэ, это желание влиять на окружающий мир, вура, это желание защититься от окружающего, защититься от окружающего мира, а тифэрт, это их комбинация. По этому поводу хасидизм в основном утверждает, что человек служит Всевышнему именно вот этими тремя свойствами, которые называются медот. Слово медот это семь низших свойств. Я сразу предупреждаю, что слово медот не имеет хорошего адекватного перевода на русский язык, ну просто не имеет, особенно когда речь идет о книгах типа книги Танья. хотите базовые векторы человеческой деятельности, вот вас так устроят в такой терминологии. Значит, альтруизм, эгоизм, да, это хэсед и гвура и гармония между ними. Нецех и Год это стремление к вечности, а Год это стремление к бесконечности в пространстве и поиск гармонии между ними. Обратите внимание, что, кстати, Каббала, особенно урианская, считает, что вечность и бесконечность пространства противопоставленные вещи, как противопоставлен, скажем, храмы Тара. Вот для того, чтобы было понятно, Год это храм и Аарон, а Нецех это Моше и Тара письменная. Тара письменная. И гармония между ними, и самая реализация это Мохутуши. Вот эти семь векторов. При этом основной хаседизм, он как раз строится именно вот на этом. Человек служит Богу через Медот. Безусловно, все они интеллектуалы стоят во главе всех течений, стоят интеллектуалы. Все они говорят о важности разума, но практически всегда где-то говорят про то, что нужно педалировать чувства и эмоции. это танцы у многих, это оруженер, это араля, это всевозможные хасидские, где очень много внимания танцам. Очень, значит, у хабада, кстати, эта часть педалируется через нигун, хасидский нигун, через хасидский напевы. причем ну любой, кто их слышал, слышит с легкостью славянские проходы там, что слышат, то поют. но как известно музыка сейчас я вспомню точную форму музыка находится в столь высоком мире, что она не знает тума, она не знает скверни. Поэтому музыку можно спокойно переносить откуда угодно, куда угодно. Значит, нигун. Но это все именно хагата, это именно эмоциональная сторона жизни. А вот хабат, он говорит про интеллектуальную сторону жизни и про близость к Богу через интеллект. Подозреваю, что первое хасидизм это не могло нравиться. Еще раз я не пытаюсь сказать, Боже упаси, что хабат не хасидизм. Он очень литвокский вариант. Литвок в смысле под тяжелым давлением такой вот ученого из Бейс-Медрища. Он там находится. Вот он как тут. И поэтому вот и по этому поводу, как мы понимаем, еще будет один человек, чтобы вы не подумали, что он один такой только хабат. Есть еще Братславы, которые тоже хасидизм весьма, только в обратную сторону прошедший, которые весьма даже в хасидизме воспринимаются как очень странные люди. А в общем в тогдашнем хасидском мире прослыть странным человеком это надо было суметь. То есть они не одни такие. Вы не подумайте, что я пытаюсь сказать, что хабат это не хасидизм. А вот нечто неуловимое хасидизма это Братслав, конечно же. Это прямо обратная вещь. Я в следующий раз поговорю, мне легче про Братслав, кстати, говорить при этом. Он в Израиле можно добыть совершенно замечательный стикер на дверь, чтобы наклеить, а на стикере написано «Тащусь от Рабинахмана». Именно вот так, именно «Тащусь от Рабинахмана» именно так и написано. Это отдельная история про то, что такое Братславский хасидизм, потому что он тоже не хасидизм, на самом деле это тоже совершенно отдельная история. Но вот где-то вот такая странная вещь, где человек пытался написать главную книгу хасидизма, получилась не хасидская книжка, которая основала хасидское движение при этом. ему это удалось. Вот это надо понимать. Когда видите такие странные истории, вот жизнь из них и состоит. Она состоит из весьма странной истории, потому что ему не удалось написать хасидскую книжку, но ему эта книжка образует хасидское учение, причем хасидское на всю рожь. Вот ну пусть будет так, пусть эта странность нас не смущает, давайте скажем так. Вот так где-то. да. Ну на этом мы эту часть кончим наверное сегодня. Большое спасибо, умеет. Есть вопрос, может быть он сложный на следующий. Интересует связи хасидов этого поколения с той группой, которая переехала в Эрц Исраэль. Насколько они связывались, помогали, знали, одобряли из Израиля деятельность. вот вы имеете ввиду вот это Калишеров это самое. Да, да, да. Смотрите, вот одно из, один из больших скандалов связанных именно с Эрзаманом это как раз это вот история, потому что дело в том, что в дальнейшем случилось следующее. Хаббат столь сильно отколот от остальных хасидцев движений и началось это где-то там, потому что в какой-то момент, вот например, когда решила о сборе денег в пользу вот этой хасидской общины говорится Сыраэль, то было заявлено кто угодно кроме Хаббата. полностью отколота был. Кем было заявлено? Хаббат отказался? В основном это там длинная история связанная с деньгами, со скандалами вокруг денег. Я очень не люблю такие истории. В основном раби из Рыль из Полоцка. там вообще в этой истории замешан. Я очень не люблю такого сорта дрезги. И надо сказать, что я не читаю таких книг, где эти истории разобраны. Просто потому что ну вот как-то обезьяна. Не вижу, не слышу, не знаю. Не хочу знать. Вот эта ситуация, где я, честные слова, веду себя как вот обезьяна, я не хочу этого знать. Вот вы меня извините, но как бы сенсационные скандалы не хочу. Не люблю. На меня, как это ни странно, сильное впечатление произвела книга Шмират Лошон Хафет Хаим. Да, и я сделал один вывод, что про других людей лучше не говорить. Вот, потому что то, что можно говорить, окружено таким количеством условий, но больше мне там понравилось правило, что перед пишущей братьей не хвалят писателя, потому что это провоцирует на Лошенгера, что это провоцирует на нарушение заповедей Лошенгера, поэтому перед пишущей братьей, ну, соответственно, перед музыкантами не хвалят других. Понятно почему. Вот на меня это тоже произвело впечатление в той книге совершенно замечательной от Хаима. И, в общем, я понял, что самое правильное вообще ни о ком ничего не говорить и не знать, а еще лучше не знать. Я понимаю, что я не прав, то есть, нет, ну, не то, что я не прав, что эта позиция, она в каком-то смысле трусливая, но кто что, тут каждый сам решает, как себя вести в таких ситуациях, поэтому все эти скандальные истории, там, связанные с деньгами, с пересылкой деньгам, и кому к рукам чего прилипло и прилипло ли, не хочу. А там история, кстати, целиком денежная, там ничего другого в этой истории нет. из того, что в нескольких книгах было, да ну, вы меня извините, но куча истории, где положено занять ту или другую сторону, я регулярно произношу, чем она оба ваших домов. Это вопрос личных каких-то вещей, я опять не призываю других так завести, потому что это отдельная история. Но была такая скандальная история, и, кстати, Хаббат в Эрот-Исраэль, он был представлен, там было некоторое количество, но как бы в основном хасиды были более украинские, руженеры были хорошо, еще там несколько дворов были неплохо представлены в Святой Земле. Но это такая отдельная история, но, кстати, нет, Хаббат всегда поддерживал еврейское общество на Святой Земле, тут я хочу сказать, что деньги он ее собирал и давал. Это правда. Чтобы не подумали чего плохого про них или про то, что я пытаюсь это сказать. ну да. Хорошо, спасибо. Перейдем к следующей части. Сейчас я откроюсь только. Спасибо, мир, спасибо большое. субтитры.